Северный циклон В Югре молодые семьи студентов получат социальную поддержку. Соответствующий законопроект приняли сегодня на очередном заседании Кружной Думы. В частности, семьи, в которых один или оба родителя воспитывают несовершеннолетних, могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья до 10 тысяч рублей в месяц. Также студентам с детьми компенсируют оплату по уходу за ребенком в детском саду. Отмечу, что такие меры поддержки распространяются не только на студентов высших учебных заведений, но и среднепрофессиональных. Добавлю также, в социальный блок вошли и меры поддержки семей с детьми-инвалидами. Если этот ребенок учится за пределами населенного пункта, то тогда, когда его повезут на учебу и привезут назад, то будет компенсирована стоимость проезда. И точно так же будет компенсирована стоимость проезда на каникулы ребенка. И до места учебы, и назад. То есть это компенсация межмуниципальных перевозок. Также на заседании Думы депутаты приняли постановление об обращении к министру труда Российской Федерации. Парламентарии предлагают внести изменения в федеральный закон. Речь о сохранении повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, увеличенной на районный коэффициент при выезде за пределы Югры. При этом пенсионеры должны отработать не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в территориях, приравненных к нему. А у мужчин страховой стаж должен быть не менее 25 лет, у женщин 20. Отмечу сейчас, когда люди уходят на заслуженный отдых и переезжают в южные регионы, их пенсию пересчитывают в сторону уменьшения. Если изменения в федеральный закон примут, то северная пенсия будет сохранена в полном объеме вне зависимости от местоположения. Само решение, оно для югорчан, для северян, оно очень важно. Потому что мы работали в неблагоприятных климатических условиях, а люди многие переезжают на юг, а там снижают пенсию. Это несправедливо. А у нас запрос на справедливость у людей очень высокий. Фортуна отвернулась от югорских хоккеистов. В серии Югра, Динамо, СПБ ведут соперники. Накануне подопечные Вадима Япончинцев упорно пытались забросить шайбу в ворота питерцев. Об этом свидетельствует статистика по броскам. Югорчане в полтора раза превзошли гостей из северной столицы. Однако шайба, как заговоренная, то и дело отлетало от ворот. Открыли счет матча «Белоголубые». В середине второго игрового отрезка Артем Чернов забрал у югорских защитников шайбу и отдал Рашевскому, а тот забил ее в дальний угол из-за ворот. Как югорчане не пытались сравнять счет, попытки были тщетными. Еще одна атака принесла гостям дополнительное очко на табло за 4 минуты до финальной сирены. После чего югорчане заменили голкипера на шестого полевого игрока. Как итог, еще одна шайба от гостей, но уже в пустые ворота. Динамо СПБ ведет в серии 2-0. Теперь команда сыграет в Санкт-Петербурге. Матчи состоятся 2 и 3 апреля. «Очестно скажу, после игры похвалил ребят за эту игру. Единственный моментик – ноль забитых голов. То, что содержание игры на протяжении всей игры и переиграли, и по моментам, и по опасным моментам. Ну, фортунка, фортунка пока не на нашу сторону. Едем в Питер только, да, играя на победу. Если самая главная такая же самодача, такая же игра будет, голы вернутся». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!